Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь, как и предыдущие коллеги, хотелось бы поблагодарить мне Оргкомитет съезда за возможность выступить с устным докладом. Доклад мой будет посвящен гамм-каргической трансмиссии в гиппокампе крыс линии Крушинского-Молоткиной при развитии рефлекторной эпилепсии в ходе постнатального антогенеза. Известно, что развитие эпилепсии тесно связано с дисфункцией тормозной гамм-каргической системы в различных отделах мозга, в том числе и в гиппокампе. Показано, что как у пациентов с эпилепсией, так и у модельных животных судорожная активность сопровождается такими изменениями в гиппокампе, как потеря гамм-каргических нейронов, снижение продукции гамм, а также различные нарушения в механизмах, обеспечивающих постсинаптическое действие гамм. С другой стороны, известно, что есть ряд мутаций в генах, кодирующих ключевые белки гамм-каргической системы, которые также могут приводить к развитию эпилептических расстройств. Эти данные свидетельствуют о том, что дисфункция гамм-каргической системы может являться не только следствием, но и причиной эпилепсии, в особенности эпилепсии на следственной теологии. Адекватной моделью для изучения генетических основ эпилептогенеза являются грызуны с наследственной предрасположенностью к рефлекторной аудиогенной эпилепсии, и в частности крысы линии Крушинского-Молоткиной. Эти животные были выведены путем селекции крыс линии Вистер и характеризуются экспрессией клоникотонических судорожных припадков в ответ на специфическую звуковую стимуляцию. При этом повышенная судорожная готовность у таких животных развивается в ходе постнатального антогенеза, и у крыс линии КМ она достигает полного развития, полной стадии формирования к третьему, в возрасте 3-3,5 месяцев. Электрофизиологические исследования показали, что при одиночных судорожных припадках эпилепсиформная активность развивается в стволе мозга. При этом считается, что гиппокамп вовлекается в распространение эпилепсиформной активности при повторных стимуляциях судорог, в частности по протоколу аудиогенного кинлинга. В то же время предыдущие исследования выявили у аудиогенно-чувствительных животных, и в частности у крыс КМ, ряд нарушений в постнатальном развитии гиппокампа. В то же время постнатальное созревание гаммкоргической системы гиппокампа у аудиогенно-чувствительных животных ранее изучено не было, хотя эти нарушения также могут вносить существенный вклад в развитие эпилепсии. Таким образом, целью нашего исследования, как это следует из названия, являлся анализ гаммкоргической системы у крыс линии КМ в гиппокампе на начальных этапах постнатального антогенеза, в ходе первых месяцев постнатального антогенеза, когда у них и происходит формирование повышенной судорожной готовности. Для того, чтобы выявить генетически детерминированные изменения, в своих исследованиях мы использовали наивных животных, которые не подвергались звуковым стимуляциям, а контролем служили крысы материнской линии Вистер. Первой задачей нашего исследования являлось сравнение крыс КМ и Вистер в возрасте 15 дней. Показано, что в норме у крыс к этому сроку уже завершается общий морфогенез гиппокампа, однако у крыс линии КМ все еще происходят активные морфогенетические процессы в данной структуре, что свидетельствует о задержке формирования гиппокампа у крыс данной линии. В первую очередь мы проанализировали экспрессию глютамат-декарбоксилаза-67 или ГАД-67 ключевого фермента биосинтеза ГАМ. В гиппокампе 15-дневных крыс КМ мы выявили снижение содержания матричной РНК ГАД-67, а также сниженное содержание соответствующего белка в хилусе и поле СА4, а также в гранулярном слое зубчатой извилины, что свидетельствует о сниженной продукции данного фермента и, как следствие, вероятно, о сниженной продукции ГАМ. При этом у крыс КМ наблюдалась повышенная экспрессия ГАД-67 в клеточных телах. Мы предположили, что это могло быть связано также с нарушениями транспорта данного фермента из тел клеток в их отростке. Другим маркером функциональной активности гаммкаргических нейронов является кальций, связывающий белок парвальбумин. В гиппокампе 15-дневных крыс КМ мы выявили сниженное содержание парвальбумина, а также сниженное число парвальбумин позитивных клеток. То есть фактически снижение экспрессии данного белка в клеточных телах, что дополнительно свидетельствует о сниженной активности гаммкаргических нейронов. В то же время экспрессия визикулярного транспортера ГАМ оказалась повышена в гиппокампе 15-дневных животных. Эти данные могли бы указывать на повышение экзоцитоза ГАМК в синаптическую щель, однако параллельно мы наблюдали сниженный уровень фосфорилирования такого ключевого синаптического белка, как синапсин-1. И вот в такой совокупности эти результаты вероятнее свидетельствовали о снижении синаптического выброса гаммк. Далее мы проанализировали экспрессию ионотропных гаммкарецепторов. И наши результаты выявили в гиппокампе 15-дневных крыс КАМ сниженное содержание матричной ИРНК, альфа-субъединицы этих рецепторов. Однако содержание соответствующего белка оказалось достоверно повышено по сравнению с контролем, что свидетельствует о более высоком содержании этих рецепторов в гиппокампе у крыс КАМ. Опять-таки мы предположили, что это могло быть связано с сниженной активностью гаммкаргической трансмиссии, при которой меньшее число рецепторов связывает свой элегант, и как следствие рецепторы медленнее уходят в интернализацию и последующую деградацию. Поэтому их содержание повышено. Помимо рецепторов, постсинаптические эффекты гаммк зависят также от баланса хлорид-ионов в клетках мишени. Которые, в свою очередь, регулируются хлоридными транспортерами КСС-2 и НКСС-1. Причем КСС-2 обеспечивает транспорт данных хлорид-ионов из клеток во внеклеточную среду. НКСС-1, напротив, транспортирует хлорид-ионы внутрь клеток. И вот интересно, что в первые дни постнатального развития у крыс в гиппокампе уровень экспрессии КСС-2 крайне низкий, что связано с повышенной концентрацией хлорид-ионов внутри клеток. И, как следствие, это может обусловливать деполяризующее действие гаммк. Соответственно, возбуждающее действие гаммк. В гиппокампе 15-дневных крыс КМ мы не выявили никаких различий в содержании матричной РНК для КСС-2 и НКСС-1. Однако экспрессия соответствующих белков была достоверно снижена по сравнению с контролем. Кроме того, наблюдался сниженный уровень фосфорилирования КСС-2. И эти данные, вероятно, указывают на общее снижение активности процессов хлоридного транспорта в гиппокампе у 15-дневных крыс КМ. В то же время в гранулярном слое зубчатой извилины мы как у крыс Вистер, так и у крыс КМ выявили такую достаточно выраженную КСС-2 иммунонегативную зону. По всей видимости, эта зона содержит наиболее незрелые клетки, которые еще не накопили достаточный уровень экспрессии КСС-2 и, вероятно, характеризуются возбуждающим действием гамма-аминомасляной кислоты. Однако у крыс линии КМ ширина данной иммунонегативной зоны была существенно больше, что свидетельствует о большем, вероятно, о большем количестве незрелых нейронов с сохраняющимся возбуждающим действием гамма. Второй нашей задачей являлось сравнение крыс Вистер и КМ в возрасте 2 месяцев. Показано, что к этому сроку у крыс КМ уже завершается морфогенез гиппокампа, и крысы уже демонстрируют аудиогенные судорожные припадки, хотя их экспрессия пока еще не стабильна. И вот у 2-месячных крыс КМ в гиппокампе мы наблюдали нормализацию содержания ГАД-67 и парвальбумина, а также повышенное число ГАД-67 и парвальбумин позитивных клеток, что, вероятно, свидетельствует о нормализации и даже о повышенной активности гамма-картических нейронов и синтеза гамма. В то же время экспрессия визикулярного транспортера гамма в гиппокампе 2-месячных крыс КМ была снижена. Кроме того, наблюдалась сниженная экспрессия синапсина-1, хотя уровень фосфорилирования синапсина возвращался к контрольному уровню. Содержание альфа-субъединицы гамма-карецепторов также было снижено в гиппокампе у этих животных. В принципе, такое сниженное содержание гамма-карецепторов можно было бы объяснить ситуацией, противоположной 15-му дню развития, когда повышенная продукция гамма приводит к тому, что большее число рецепторов связывает свой леган, рецепторы быстрее уходят в интернализацию. Однако в сочетании со сниженной экспрессией визикулярного транспортера гамм, эти данные могли также указывать и на сниженную активность гамм-каргетической трансмиссии и на сохранение некоторых нарушений у крыс этого возраста. Кроме того, экспрессия хоридного транспортера КСС-2 у крыс КМ в этом возрасте уже не отличалась от контрольного уровня, и КСС-2 иммунонегативная зона отсутствовала в гранулярном слое и у крыс Вистер, и у крыс КМ. В то же время мы наблюдали сниженный уровень фосфорилирования КСС-2, а также сниженную экспрессию НКСС-1, что свидетельствует, вероятно, о сохранении нарушений также в регуляции хлоридного транспорта. И, наконец, нашей третьей задачей являлось сравнение взрослых крыс КМ и Вистер в возрасте 4 месяцев, когда у крыс КМ уже полностью сформирована повышенная судорожная готовность. И у взрослых крыс КМ в гиппокампе мы не наблюдали изменений в содержании матричной РНК ГАД-67, однако мы при этом наблюдали повышенную экспрессию ГАД-67 в гиппокампе, также парвальбумина, и повышенное число ГАД-67 и парвальбумин позитивных клеток. У них в гиппокампе также сохранялось. Эти данные указывают на повышенную активность гамм-каргетических нейронов и, вероятно, на повышенный уровень продукции ГАД-67 в гиппокампе. Кроме того, наблюдалась нормализация экспрессии визикулярного транспортера ГАД-67, а также увеличение общей экспрессии и уровня фосфорилирования синапсина-1, что свидетельствует о нормализации и, вероятно, даже активации процесса выброса ГАД-67 в синаптическую щель. В то же время белковая экспрессия альфа-1 субъединицы гамм-каррецепторов оставалась сниженной по сравнению с контролем. Анализ хлоридных транспортеров выявил достоверно повышенный уровень матричной РНК КСС-2 у взрослых КСКМ, однако ни уровень экспрессии самого белка, ни уровень его фосфорилирования уже не отличались от контроля. Для НКСС также и матричная РНК, и белок не отличались от контрольного уровня, что, вероятно, свидетельствует, что может указывать на нормализацию процессов регуляции, механизмов регуляции хлоридного транспорта. Таким образом, наши результаты выявили генетически детерминированное изменение в созревании тормозной гамм-кардической системы гиппокампа у крыс линии КМ. В частности, на начальных этапах постнатального развития мы наблюдали общее снижение процессов гамм-кардической трансмиссии, и также мы наблюдали аномалии в экспрессии хлоридных транспортеров. Эти нарушения могут указывать на задержку в созревании гамм-кардической системы гиппокампа, а также предопределять развитие патологических изменений у взрослых животных с повышенной судорожной готовностью. На 60-й день постнатального развития крысы КМ демонстрировали противоречивые изменения различных маркеров гамм-кардической системы. Одни показатели являлись повышенными, или их уровень достигал контрольного уровня, в то время как другие показатели оставались сниженными, что свидетельствует о сохранении некоторых нарушений в регуляции гамм-кардической трансмиссии в этом возрасте. И, наконец, у взрослых животных с полностью сформированной судорожной готовностью мы наблюдали повышенный уровень активности гамм-кардической системы в гиппокампе. И мы предположили, что такое усиление тормозной трансмиссии может являться защитным механизмом, который предотвращает вовлечение гиппокампа в распространение велитеформной активности при одиночных звуковых стимуляциях. В то же время сниженный уровень экспрессии гамм-карецепторов может, напротив, способствовать эпилептизации гиппокампа, но уже при более сильных воздействиях, а именно при аудиогенном киндлинге. Однако данный вопрос пока требует дальнейшего изучения. Благодарю за внимание. Спасибо большое.